Сыны Божьи, дети Божьи, рабы Божьи. Исторически сложил, что никто не знает, о чем идет речь и о ком идет речь. Сильные мира сего, чьи карманы забиты деньгами, они пытаются примазаться к божественной крови, к божественной душе и перевирают всю литературу, Библию, Тору и всю религиозную литературу. Они говорят, что Библию надо читать в переносном смысле. Это неправда. Все, что написано в религиозных книгах, в любых источниках, нужно читать именно так, как написано. Если написано дети Божьи, сыны Божьи, это говорится о сынах Божьих, то есть созданиях и существах, в чьих жилах течет божественная кровь. Это дети богов, дети ангелов. И как я говорила в моих предыдущих видео, признаком божественной крови является окончание им и им в их названиях, указывающие на господство, господствующий класс, херувимы, серафимы. Именно так можно распознать детей Божьих, то есть в их названиях есть окончание, окончание господства. Мои теории окончания, я об этом объясняла. Рабы же Божьи, это действительно рабы, то есть люди, человеки, специально созданные для обслуживания господ с божественной кровью. Это и есть рабы в прямом смысле слова. Если в Библии речь шла о сынах Божьих, то тут же сильный мир всего интерпретировали и говорили, что сыны Божьи, это сын Сифа, это все не так. Когда речь идет о детях Божьих, сынах Божьих, речь идет о существах с божественной кровью, о ангелах, архангелах, их потомках. Но никак не о людях, о человеках, которые были созданы в качестве рабов для господ, для Бога. Каждый приходящий и новый правящий менял Библию под себя, все переначивал. Люди стали стараться быть похожими на богов, примазаться к их крови, и они стали перевирать Библию и другую литературу. И стали объяснять, что сыны Божьи это типа мы. Это не так. Мы рабы Божьи, то есть существа созданы для обслуживания господ. Сыны Божьи и дочери Божьи были созданы в результате близких отношений ангелов, архангелов с земными женщинами. Либо это были прямые потомки богов, ангелов, архангелов. То есть те, в чьих жилах текла божественная кровь. Рабы Божьи это создания искусственно созданные. двумя способами. Библия переводится и расшифровывается таким образом, что люди, человеки, были созданы из глины. Это не так. На английском языке мат это и есть глина, переводится. Но мат это не глина, а именно материя, то есть первичная клетка, материал, геном. Именно из этого генома были созданы первые Адам и его жена. Причем жена не была Ева, а была такая же созданная в результате генной инженерии из клетки, из меца, из материи, из генома создания. И уже во многих источниках звучит, что это была Лилит. Однако Лилит была дочерью Бога, в ее жилах текла божественная кровь, и поэтому она не подчинилась им, она ушла. И после этого для Адама было создано другое существо, жена. Для этого использовался уже его материал, не материал богов, а именно его. Для создания рабов божьих использовался не только божественный материал, но использовались животные различного вида. Это и есть рабы божьи.